Башкирия Движимого, недвижимого и земельных участков Как активно идет работа в федеральной системе ФИАС Федеральная информационная система адресная Но буквально вчера нам позвонила жительница Вот этого странного строения под названием Александровские казармы в центре Уфы И сообщила, что они вообще люди за бортом всей вот этой цивилизованной системы Эти здания, они когда принадлежавшие Министерству обороны А сейчас непонятно кому принадлежащие Находятся вообще за чертой какого-либо учета Нет никакой управляющей компании Здание находится в аварийном состоянии Люди напрямую заключают договора обслуживания и поставки электричества и воды Кровля обрушается И вот мы приехали смотреть, что случилось в этом доме Почему Министерство обороны готово передать на баланс это здание городу Но при этом не готово отдать землю, на которой стоят эти здания В общем история запутанная, странная И попахивает каким-то конфликтом на имущественной почве В котором страдают ни в чем не повинные жители Бывшие сотрудники Министерства обороны, бывшие военнослужащие Здесь их живет порядка 150 человек И в общем их судьба зависит от того, какое решение примет город И наверное какое решение примет Ради Хабиров Взирая вот на эту ситуацию со стороны пока Но надеюсь, что он вмешается в эту ситуацию И поможет жителям этих несчастных Александрских казарм Обрушился потолок Вчера днем бежала С утра я вчера всю воду черпала Видер 20 этот вот все таскала, выливала Ночью потом он немножко так обсыпался, обсыпался Я где-то вот утром полдевятого, оно вот это вот разом все вот ушло Подскочила с таким этим, что у меня сумочку я собрала с собой Документы, думаю, хоть бы бомжом не остаться Думаю, придавит мне Ремонт, ремонтировала крышу 20 тысяч платила В этом году получается, думаю, потолок сделала Ну все, это Вот видите, какие бревна, балки Все сгнило, потому что мы с 96 года живем И ни раз никакая управляющая компания Министерства обороны Никто не брал это самое За ремонт не делали Вы куда-то обращались, вы писали там, не знаю, там В ЖЭУ, Хабирову, куда вообще обращались? Мы вызвали сразу МЧС Приехал МЧС, администрация города приехал Котов, Ленинский район наш Поднимались наверх Там кто-то еще от министра обороны помыл Представитель Потом вот бывший славянки Голов приходил Поднимались на крышу Смотрели все И сказал, вроде как Котов сказал, что да, надо как-то Голову говорил, что надо как-то посодействовать И все прочее Разбирался, удивился, что мы тут Как будто у нас тут нету Удивился, что мы тут живем Хотя мы тут никуда не девались Ну и почему-то потом везде отчитывается Что у нас тут как будто Вот они почистили снег Да, в МЧС, конечно Приезжала машина такая большая с этим Что-то тут вот с краю Они тут там что-то полазили, походили Только там больше дыр наделали Снега навалили на крышу А ничего не сделали А почему-то везде отчитывается Что они там балки какие-то поправили Снег почистили Обращались на страницу Хабирова с этим вопросом? Да, обращалась, нашла страницу Хабирова Начинала там писать, что Уважаемый Радий Хабирович, помогите Там Радий Фаритович, помогите нам, пожалуйста Вот так и так у меня Вот это вот я снимала все Вот это отправляла ему Тут всю эту крышу Но почему-то через какую-то секунду Минуту времени Меня там не оказывалось Получается, меня тут же Оттуда убирали с этой страницы И до сих пор вот почему-то Я пытаюсь вот Думаю, сейчас снова зайти И как-то там я уже себя вообще не нахожу Понимаете? А, то есть получается Вас заблокировали? Наверное Меня что-то в общем Ну, то есть получается Что заблокировали После того, как вы начали писать Сообщение про это С обращениями, да Обращение 3-4 вот я написала И меня тут как-то сразу Что теперь делать собираетесь? Что мне делать собираюсь? Теперь вот хочу пойти еще раз в администрацию обратиться нашего Ленинского района. Что скажут они мне по поводу ремонта или что они решили у себя на совещаниях. Что они мне скажут? И на прием хабирову что-то. Попасть бы не знаю. МТС вызову сейчас. Вам МЧС какое-то заключение дало о том, что пригодны к проживанию помещения, непригодны? Нет, в данный момент у меня ничего нет. А когда вот числа какие-то сильные, я не помню, числа 5-го, 6-го было, тоже сильно тут капало. Я вызывала МЧС. Сначала девушка приняла заявку, а потом перезвонил какой-то мужчиной. Только так и не поняла, он толком не предстал. Сказала, что хабиров и вызывали МЧС. И сказала, что мы к вам не приедем, у вас нет управляющей компании. Это те самые знаменитые Александровские казармы, которые с незапамятных времен еще с дореволюционных здесь существуют. Потом они стали собственностью Министерства обороны. Да, да, да. С какого года вы живете в этих казармах? Мы здесь живем с 1996 года. Нам здесь давали жилье вертолетное училище. Мы там работали, служили люди. Нам давали комнаты. Вроде сначала как для временного проживания. Мы, получается, заселились, жили, работали, служили. Никуда мы ни на шаг отсюда не выезжали, не уходили. До 2010 года нас обслуживала Уфимская квартира эксплуатационная часть. Это военное подразделение? Военное подразделение КЭЧ называется. На Ленина она находилась. Потом оно расформировалось в 2010 году. С 2010 года по 2015 год мы были в Славянке, это тоже Министерство обороны находится в Екатеринбурге. Это управляющая компания Славянка? Да, все структурные какие-то подразделения их, их Министерство обороны, в которые нельзя было дозвониться. Почему-то номера указаны были, но мы сколько звонили, что-то узнать, там спросить, не могли дозвониться. Потом где-то с какого года с 2012-2013 года начался еще тут один дом строится. Вот это начали сваи и все прочее. Мы тогда тоже мы везде туда не ходили, писали, требовали, что-то, но незаконно идет постройка. У нас начал дом осадку давать, стены эти... Вы имеете в виду вот это Су-10? Да, вот это вот домочное наше Су-10, оно началось строиться. Эти двери покосились, там окна, ну короче, там началось все вот это вот ерунда. До 2015 года получается, мы были у Славянки, потом с 15-го по август 16-го года был какой-то ГУЖФ какой-то тоже их Министерство обороны, структурное подразделение, а с 17-го года раз, и получается, мы слышим, у нас уже нету, получается. все, мы никто имущественных отношений, говорят, этот наш департамент имущественных отношений, как вот этот Голов, который мы относились к Славянке, он нам объяснил, что ему дали указание, то, что у нас нету вроде здесь, и нежилое помещение сделали, понимаете? Получается такая история, значит, насколько я знаю, здесь достаточно большое количество людей проживает, около 150 человек, около 40 семей, и при этом даже часть квартир здесь в помещении приватизирована. Да, вот тоже бывший военнослужащий подошел. Как может быть такое, что теперь, значит, и у людей есть прописка, у людей есть документы, дети ходят в школу, дети в школу ходят, в садики ходят, но при этом, я так понимаю, что у этого здания и у соседнего здания нету ни управляющей компании, вы сами заключали договора на поставку электричества, и так далее, и так далее. Башкиринерка, да, у Фаводоканал, мы сами договора заключили, плотием им, все как положено, но то, что нет, у нас... Люди платят налоги за собственность. Да, за собственность, кредиты дают, обычно это проверяется, все как положено. А при этом здание никем не обслуживается. Да, а сейчас получается вот с 17-го года никем не обслуживается. Несмотря на грандиозные успехи Ульфата Мустафина, которые декларированы нашими властями, практически в каждом районе города Уфы происходят, ну, на мой взгляд, катастрофические события в коммунальной сфере. Вот сегодня ночью и утром на улице Российской, дом 17, дробь 3, с крыши девятиэтажного дома началась протечка в жилые помещения, причем протечка произошла на несколько этажей, и жильцы винят во всем ситуацию с снегом, который так и не был убран с кровли. Судя по всему, снег либо нарушил конструкцию кровли, либо забил сточные системы, и, в общем, вода стала поступать в жилые помещения. Ситуация эта абсолютно не единичная, а я бы сказал массовая. В этом году практически не чистили крыши с домов во многих районах. Сейчас речь идет конкретно о Борджиникидзовском районе. Это район, в котором одна из самых высоких квартплат в городе, и люди недоумевают, почему они платят все большую и большую сумму за жилье, которое находится все более в плачевном состоянии. Ну, а вот с крышами и с падением снега, с крыш, и с протечками в жилые помещения эту историю все-таки, наверное, нужно каким-то образом оценить, и я думаю, что как-то более скромно оценивать успехи нашего нового городоначальника. Во-первых, это я уже не первый год страдаю. Мы здесь живем 10 лет, и все 10 лет это происходит. Ну, такого затопления у нас еще, конечно, не было, так, чтобы это ушло к соседям вниз, чтобы это ушло на потолок, и среди ночи еще закапал коридор. Бессонная ночь, расстройство. Вчера мы поднялись на крышу, крыша вся под снегом, причем под горой снега, и сливная труба, она находится подо льдом, никто не принял никаких усилий, чтобы как-то это устранить. Я считаю, что это нужно было просто сделать заранее, раскидать снег, дать возможность воде уходить, и теперь в данный момент одного случая, как вот приглашать экспертов, и принимать уже какие-то судебные решения, я не вижу. Мне, честно сказать, никто так и не позвонил. Вчера я оставила заявку, соседка оставила заявку, сказала, что кто-то был на крыше, что-то делали, никто, соответственно, не пришел, внутрь не заглянул. Ну, вот нынешние власти сейчас у нас декларируют, что реакция на обращение граждан практически мгновенная, как только вы напишите там куда-нибудь в соцсети какому-нибудь главе района или там города, не дай бог самому Хабирову, тут же, значит, выезжают, устраняют, вы пытались так делать? Ну, это было вчера в 7 часов вечера и никуда я дозвониться не смогла, кроме как какую-то аварийную службу от Женькидовского района. Они говорят, что денег на капитальный ремонт крыши нет. Наверное, не будет. А в доме был капитальный ремонт? За что-то мы платим. Это было, наверное, лет 10 назад. Но это еще был не капитальный ремонт. Это вроде как они перекрывали крышу, но потом здесь было очень много протянуто сетей у Фанет, Домру и все прочее. После каждого их захода у нас все время были протечки. Но это как-то объясняло все равно ситуацию. На данный момент это просто бездействие. Просто бездействие со стороны ЖО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова